Ну что, я возле Леруа, особо не снимала там, потому что я быстренько-быстренько по делу, на биржу труда я съездила, там по сути ничего, да, вам могут предложить список вакансий, но поставить вас на биржу не могут, потому что у вас нет постоянной прописки, ну и так далее, одним словом, ну так, мило побеседовали, прозондировала почву и на этом хорошо, вот, взяла побольше, желтенькие, почитала, посмотрела видео, Ну, захотела с ним почему-то желтых, хотя я взяла еще и вот таких вот небольших белых, очень бюджетные, 24 рубля, набрала всяких удобрений и в сухом виде, и в жидком виде, видео насмотрелось на ютубе, так что, не знаю, это вот любитель света, конечно, кто-то из девчонок мне говорит, какие там цветочки, тут, блин, денег зарабатывать надо, а не цветочки, Ну, я думаю, знаете, для души очень хочется чего-то такого, погрузиться в какую-то духовную атмосферу с природой, немножечко еще утащила, она уже была обломанная, почему бы не взять дома, аж интересно, какой будет цветочек цветом, вот, так что взяла, не знаю, сегодня, наверное, точно не буду уже заниматься, очень вымоталась, ужарилась, Возможно, завтра, возможно, на выходных, одним словом, погружаемся в прекрасное, вот, ну и керамзит взяла тоже, вот, шоколадку я взяла, в принципе, больше мне ничего не надо было, еще вот такие вот удобрения взяла, жидкие, наверное, очень удобно, потому что есть колпачок, на котором, ну, измерительное вот это есть, Я так понимаю, что от этого бутылька хватит на полжизни точно, вот, так что, ну, взяла и сухие, знаете, как говорится, успокоить душу, сердце и глаза, вот, так что, я муж тоже говорит, чаем-то набрала, Ну, не то, чтобы здесь обживаться хочется, хотя, блин, ну, мы же живем здесь и сейчас, а что делать, а как делать, вот, так что сейчас еще хочу заехать в отдел образования, ну, и все, в принципе, надо ехать домой, готовить кушать, потому что никто это не отменял, вот, ну, красная, ну, кстати, я сейчас посмотрела розочек, уже не так много там осталось, ну, выбрать там уже нечего, то есть, как бы, совсем не вариант, Возможно, и вот эта белая была из тех, которые уже, как бы, захеревших немножечко, вот, ну, ничего, попробуем, знаете, это такой вызов, попробуем спасти, вот, ну, нет, фиалочки, это всегда, я обожаю фиалочки, поэтому будем рассаживать, будем наслаждаться, когда они пустят цветы, белая моя-то пропала, большая, красивая, ну, ничего, я не отчаиваюсь, там многие корешки пустили, так что рассадим, земля есть, керамзит купила, все, Погнала я домой, ну, что, я уже приехала к дому, сегодня у меня все безрезультатно, ну, так, условно, безрезультатно, все равно информация получена, это уже есть хорошо, сейчас зашла на Валберес, забрала, купила Димасон колготки, три пары, и водолазочку, Потому что, сколько в магазины мы не ходили, в детский мир, и в Глорию, и везде, то ли формат не такой, то ли цены, конечно, зашкаливают, как-то немножко сложно мне адаптироваться пока что на новом месте, где покупать, как покупать, за какую сумму, ну, мне показалось, что это максимально правильные цены на сегодняшний момент, насколько это можно, Поэтому забрала, сейчас иду обратно к машине забрать вещи, потому что горшочки, там хлеб еще купила, вот, поэтому порадует, вот, кстати, я смотрю, с щенячьим патрулем колготки, и я надеюсь, что, конечно, все подойдет, и все будет ок, и водолазочку там вроде бы с машинками, так что надеюсь, Димас будет рад, Так что, ну, дома, если что, покажу поближе, либо потом поделюсь отзывами, если вдруг кому-то нужно, ссылочки оставлю, потому что, да, в детском мире одни колготки около 500-600 рублей, а так три пары у меня вышло около этой же суммы, вот, поэтому... Нет, ну, вы посмотрите, надоедает последние цветы, все, совсем роза мхана, слушайте, это нечеток, а тут уже все, печалька полная, ну, совсем вот завяли, посмотрите, без подкормки, все, плохо всем, Он прям бутонами, что там-то стесняться, да, Сонь? Вкусно, очень вкусно, ну, будем спасать то, что есть, вариантов у нас все равно немного, бороться все равно будем. Распаковала я водолазочку, очень даже ничего, по размеру точно подойдет, Димасу с машинками точно понравится, цвет такой, знаете, не сильно яркий, и еще и с начосиком таким легким. Конечно, тут манжетиков нет, но, я думаю, в принципе, даже чуть-чуть с запасом, скорее всего, будет, вот, так что очень даже неплохо, и цена приятная. Обработано все хорошо, швы все ровненькие, отлично, и колготки, ну, по размеру точно подойдут, еще и с собаками, я думаю, он будет безумно рад, вот, на ощупь приятные, ну, не супер толстые, они не махровые, обычные, но мы не пользуемся никогда махровыми, и резинка тоже такая широкая, в принципе, ну, как говорится, на один сезон точно нормально будет, а там, а тут, в принципе, обычные с машинками, вот, так что, все, пойду перекушу и за Димасом в садик. Так, у нас тут еще небольшие изменения, ну, столик уже в Икеа, я думаю, вы видели, что я купила стульчик, мы из дома привезли, у нас их там в наборе два, и мы решили взять с собой, не покупать отдельно. Маленький коврик, но купили Димасу машинки, как говорится, катать, конечно, хотелось бы побольше, там был побольше тоже с дорогами, но на ощупь он был, знаете, такой, ну, пожестче, не хотелось, как бы, знаете, коленки стирать, вот, поэтому взяли такой, ну, как бы, все равно так немножечко поуютнее стало, и также у нас появилось еще вот такой вот стеллаж, вот, очень бюджетно, в Леруа, вообще просто, я подумала, что нам это необходимо, нам нужно обживаться, да, тут еще организация, конечно, далека до идеала, ну, все в процессе, все со временем, главное, что есть вот такое вот местечко, где можно и вещи какие-то хранить, и игрушки вот так приспособить, я пока что решила, что не буду все ячейки, ну, заполнять вот такими вот контейнерами, вот, этот у нас был, и вот три мы купили, вот, ну, пока будет так, а там как-то будем обживаться, временно, но обживаться, а, и еще у нас вот такие вот часики появились, это фикси, ну, знаете, как, будильник, может, мне не совсем нужен, но тут часов нет совсем, больших нормальных я не нашла, так, чтобы на стену вешать, ну, и на стену вешать особо, знаете, дырявить тоже не очень хочется, поэтому взяли такую мордаху интересную, а еще, а еще, в магните при покупке, мне дали аж целый журнал, представляете, так приятно, такой, знаете, ну, не маленький, внушительный, тут прям есть куда глазу упасть, и что, захотеть приготовить, прям вообще, слушайте, приятно, а это как раз на почте отправляла на Сашуле посылку, и вот такой фитодоктор тоже, тоже бесплатный какой-то журнальчик, ну, так, знаете, как раз про антистресс, про всякое такое, вот даже пакетик чая, вот, так что приятненько так, я, короче, прихожу к бумажным вариантам, что почитать, куда направить свой мозг, ну, что, у нас уже следующий день, погодка радует, хотя ночью шел дождь, ну, хорошо, что сейчас солнышко, это безумно приятно, я решила не откладывать надолго все это дело, в ночь, знаете, открылось вот такое большое желание, все-таки нужно браться, вот, я пересадила, как вы видите, фиалочки посадила, вот, поставила их сюда, конечно, тут солнышко на них так хорошо светит, ну, я надеюсь, я буду смотреть, буду наблюдать, вот, эта розочка пока что еще, как вы видите, в почти бодром состоянии, хотя, вот, эти уже бутончики немножечко так вянут, она зелена, во всяком случае, хотя мне пришлось обрезать уже некоторые бутоны, вот, видите, уже немножечко начинают не туда клонить их, вот, но пока ничего не подкармливала, хочу посмотреть, еще выждать пару денечков, с этой розочкой все непросто, три таких кустика мне пришлось обрезать прям совсем, причем они, видите, потемнели, не знаю, возможно, придется от них избавиться совсем, это вот зелененькая, с вот таким бутоном, я решила пока что его не обрезать, хотя я понимаю, что все силы идут именно в бутон, но этот росточек вот такой вот зеленый, прям радует, эти я обрезала, 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 ну, как вы понимаете, да, обрезала, что уже вот совсем-совсем, не знаю, вот, так что, ну, пока смотрю, пока наблюдаю, возможно, придется совсем тут переигрывать все это дело, вот, так что здесь у меня фиалочки, а в этих больших желтеньких у меня розочки, ну, пока вот так, из жидких удобрений я вам, в принципе, показывала, что я взяла в Леруа, также вот, вот такое удобрение взяла фиалка, ну, знаете, так, чтобы душа спала спокойно, и вот такую же взяла для розы, это я брала, наверное, в Фикси, да, это рост, и вот этот фитоспарин, я так понимаю, нужно ним обильно полить цветочки, именно корневую систему, это обеззараживает, я так понимаю, чтобы не было никаких там бактерий, микробов, чтобы они не разрушали, вот, вот этим я еще, конечно, не занялась, хотя знаю, что прям при пересадке это нужно сделать, но хочу пока немножечко посмотреть, возможно, я не права, да, что я как раз дождусь того, что погибнет растение, но сделаю это, просто здесь, знаете, такие объемы прям большие, на 10 литров воды, допустим, да, ну, тут капуста, комнатные растения, вот 10 капель на литр воды, ну, в принципе, как бы на капли тут не очень похоже, ну, посмотрим, обязательно это сделаю, вот, так что главное, чтобы вода была отстойная, вот, буду заниматься спасением, а куда деваться, а вот в такой желтенький маленький горшочек я тоже фиалочку посадила, вот, один пока что пустует, я там еще листики в водичку поставила, уже когда пустят корешочки, я тоже посажу, потому что, ну, согласитесь, что этот горшочек для розочки точно был бы маловат, поэтому я решила взять, ну, так, чтобы уже наверняка, вот, так что вот такой у меня процесс случился, я рада, что я осилила это, знаете, иногда вот, когда есть желание, то надо браться и делать, несмотря на очень позднее время, вот, и я осталась довольна, в принципе. На Валбереси вечером я уже забрала еще одну водолазочку, она такая тоненькая, с начесом это нет, но такая, знаете, хэбэшная, простая, цвет хаки, очень большимерит, как оказалось, ну, знаете, лучше больше, чем меньше, в любом случае, я не знаю, что тут за бренд, но такая обычная, простая, недорогая, поэтому в любом случае водолазочки нужны, вот, и также забрала на Валбереси вот такое вот средство для стирки цветного белья, почитала отзывы, вроде бы неплохо, но еще не открывала, не смотрела, очень бюджетная, здесь литр, написано, что натуральные компоненты из Германии, ну, как бы красиво всегда пишут, и еще то, что 0+, ну, я понимаю, что пишут не всегда правду, и 35 стирок, 35 стирок, литр, я сейчас стираю тайдом гелем, вот, и там, по-моему, 20 стирок всего лишь, хотя тоже литр, вот, поэтому, ну, купила, попробую, все для меня новое, я не знаю, как это будет работать, но по отзывам, в принципе, неплохо, и плюс бюджетно, как говорится, экономия превыше всего, вот, если кто пользовался, напишите, буду очень рада, вот, так что, ну, запах пробивается даже через два пакетика, вот, ну, надеюсь, что на белье все будет немножечко полегче, потому что, ну, так, явно выраженный аромат, я, конечно, люблю, когда пахнет, но не так, чтобы, знаете, ядрено, чтобы потом это было аж прям до невыносимости, вот, так что купила, напишите, если кто использовал, как бы, стоит ли, не стоит в следующий раз потом, как говорится, бросать свой взгляд в сторону этих средств, ну, и также хотела поделиться, утепляем Димаса, как вы понимаете, да, старшие дети не так быстро растут, как младшие, Димас вытягивается, поэтому нужно было его немножко утеплить, водолазочки я заказала, потому что в таких стационарных магазинах по адекватной цене водолазок я не нашла, на самом деле, вот, но вот были в Сенсеи, взяли такой Лонс Хлиф, очень, ну, обычный, в принципе, да, потому что рукава иногда впритык в тех, которые у него есть, и взяли так на замену еще один, и посмотрите, какая приятная цена, вот такая толстовочка, 219 рублей всего лишь, с ночосиком мягенькая вообще, просто бомба, просто, я считаю, не цена, а подарок, и очень приятный цвет, не совсем скучный, то в то же время тепленько и хорошо, и также хочу показать ботиночки, которые мы купили, у нас есть старые, но мы очень тяжело у них входим, скажем так, и он, в принципе, стер носки буквально там в первую неделю, как мы их купили, и я подумала, что все-таки нужно присмотреть что-то новое, тем более, очень приятные цены были, огромнейший выбор, причем это мы брали в детском мире, не тот, который возле нас находится, а тот, что подальше, и я вам хочу сказать, они очень-очень разнятся, туда мы попали, там порядок, все организовано, выбор огромнейший, размеры разные, одним словом, осталась очень-очень довольна, вот такие ботиночки нам вышли всего лишь 1300, по-моему, так, да, вот, очень классные, очень тепленькие внутри, ну, конечно же, прежде чем выбирать, я почитала отзывы, которые пишут мамочки уже, которые покупали, поэтому обязательно на это обращаю внимание, это большая помощь для мам, чтобы, знаете, не купить кота в мешке, или не купить, знаете, обувь, там, на пару недель, а потом она отклеится, и ее придется выбросить, поэтому все почитала и решила, что стоит брать, вот, так что Димас у нас с новыми ботинками, также мы купили жилетку, сейчас я покажу, а тут уже охотница подобралась, вы мне пишите, что травку купить для нее, поверьте, мы покупали для нее травку, но травка на нее так не действует, как розочки, к травке, она абсолютно равнодушна, ей нет никакого интереса, мы еще дома это пробовали, покупали для нее, поэтому, ну, возможно, я еще раз попробую, возможно, возможно, знаете, организм иногда просыпается на что-то новое, вот, но покупали мои травку, к сожалению, не подходит ей такой вариант, но стоит, я думаю, попробовать еще раз. Принесла жилетку, вот такую жилетку, тоже купили в детском мире, очень тепленькая, простая, без всяких, знаете, наворотов, там всего прочего, есть кармашки, вот, вот этот замочек, он цветоотражающий, тоже приятно, вот, взяли аж целых 122 размер, ну, на рост 122, хотя Димас 98 носит, ну, плюс немножечко с запасом, чтобы хотя бы на весну еще хватило, и так, знаете, попку хорошо прикрывает, то есть, она не слишком выглядит там громоздко, большой, нет, выглядит все очень даже хорошо, достойно, можно смело брать на размер, а то и на два больше, так что, ну, а ботинки, в принципе, я думала, что мы уже 30-й будем брать, а нет, все-таки 28-й мы взяли, потому что, ну, слишком большая обувь тоже вредит стопе ребенка, и поэтому взяли то, что подходит идеально, вот, так что буду это сейчас все убирать, приятные обновочки, и по приятным ценам, и, конечно же, не могут не радовать маму, ну, и плюс семейный бюджет, естественно, так что утеплиться можно не всегда безумно дорого, так что я очень довольна, что мы так немножечко приодели нашего мальчугана, вот, так что поделилась с вами, вот, пишите, в каких магазинах вы одеваете своих детей, вот, где выбираете, понятно, что Озон и Валберес, это сейчас вне конкуренции, но мне намного приятнее все-таки примерить, посмотреть, хотя с демосомой это не всегда бывает идеальный вариант, но лучше все-таки посмотреть, примеряться, и уже понимать, особенно обувь, ну, это как бы точно мерить нужно, ну, что, распаковала я этот бутылечек, я вам хочу сказать, что не такой едкий запах, как сперва показался, возможно, лежала где-то возле бытовой химии, поэтому, такой аромат остался, очень нежный аромат, очень густой, как-то так немножечко странновато, ну, прям очень густой, ну, не скажу, что прям желе, да, ну, не жидкий, совсем не жидкий, вот, ну, написано, супер концентрат для всех видов тканей, и, да, что натуральные компоненты из Германии, это немножко натуральные компоненты для стирки, ну, такое себе, вот, и меня, конечно, смущает то, что 35 стирок для такого объема, ну, посмотрим, посмотрим, как будет работать, так что, ну, надеюсь, что в любом случае лишним не будет, стирка у нас практически каждый день, и средства для стирки у нас расходуются очень-очень быстро, буду опробовать его, ну, в любом случае, даже если что-то не понравится, не подойдет, это опыт, буду его получать, так что поделилась с вами, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь, и буду ждать вас в следующих видео, всем пока-пока!